Еще в субботу утром пляж на острове Помаскин принимал гостей. Отдохнуть пришли сотни человек, но уже к вечеру пляж экстренно закрыли. Мощнейший шторм накрыл всю территорию. После субботевого урагана городской пляж превратился в руины. Ветер в буквальном смысле раскидал деревья, шезлонги, тушевые и биотуалеты. Кроме того, вся территория пляжа обесточена. Чтобы восстановить всю инфраструктуру, потребуется несколько недель. Пока официально пляж закрыт, здесь нет ни руководства, ни спасателей. Но это не останавливает людей. Они идут и купаются, пренебрегая своей безопасностью. А пренебрегают потому, что мест для купания в городе не так много, а людям хочется купаться и загорать. Лето в Сибири короткое. Покупаться все-таки это отдых, позагорать. Некоторые же не могут, например, на несколько дней уехать на море. Поэтому я считаю, что можно приехать, почему нет? Спасателей-то нет. Ну, мне без разницы. Почему? Ну, потому что я умею плавать. Но похвастаться умением плавать могут не все. Да и это не аргумент, говорят сотрудники МЧС. Ведь официально городской пляж так и не открыли. Водные инспекторы еще не обследовали дно реки и не сделали пробу песка. А, следовательно, не дали добро. После урагана сроки открытия вновь сдвинулись. Ураган налетел. И все, что там можно было, все переломало, разрушило. Полноценно к работам приступать сложно. Везде же электроинструменты. Точную дату устранения последствий управляющий не назвал. Но уточнил, что к расчистке завалов приступят со дня на день. Кстати, всего в этом году в регионе должно было открыться 59 пляжей. В настоящий момент работает только 43. А в краевой столице один. И тот платный. Так что пока люди купаются, пренебрегая всеми правилами безопасности. Ведь лето в Сибири короткое. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Геннадий Лапзин. Наши новости.